МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В лидерах по приросту Владимир, 8 заболевших за сутки, Гусь-Хрустальный район на втором месте, 7 заражений, третье место заняли Ковровский и Юрьевпольские районы, там по 5 новых случаев ковида. За сутки в регионе никто не умер от коронавируса, общее количество погибших 3459, число выздоровевших за сутки 149, а всего болезнь победили 147 тысяч 19 жителей области. В Суздальском районе Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» лоб в лоб столкнулись две легковушки, в результате чего погибли оба водителя, сообщили в региональном УМВД. Авария произошла утром 22 мая на 244-м километре Федералки. По предварительным данным полиции, 24-летний парень за рулем «Лады», потеряв управление, выехал на встречку, где врезался в легковой Киа под управлением 21-летнего водителя. После жуткого столкновения на высокой скорости оба водителя скончались на месте происшествия, а 21-летнего пассажира иномарки увезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии. Вечером 22 мая недалеко от Гусь-Хрустального 14-летняя наездница вместе с лошадью попала под колеса 59-летнего водителя Рено. Как сообщили в региональной полиции, с многочисленными травмами ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, водитель кроссовера ехал в сторону Владимира, когда врезался в лошадь с девочкой, сидящей верхом. Водитель автомобиля Рено, мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны города Гусь-Хрустальный в сторону города Владимира, допустил наезд на лошадь под управлением несовершеннолетнего 2007 года рождения, которая двигалась по левой обочине навстречу движению транспортных средств и внезапно стала пересекать проезжую часть дороги. Женщина с годовалым ребенком пострадали на пожаре во Владимирском микрорайоне Оргтрут утром 22 мая. Спасатели эвакуировали из горячего здания 26 человек, сообщили в МЧС области. Пламя в квартире на втором этаже вспыхнуло около 10 утра. По прибытии спасатели спустили по автолестнице четырех взрослых и двух детей, а также помогли еще 20 местным жителям покинуть горячее здание. Кроме женщины и годовалого ребенка, которых госпитализировали с ожогами, никто не пострадал. После полной эвакуации усилиями 7 машин и 19 спасателей сотрудники МЧС потушили огонь, который успел уничтожить квартиру и все имущество на трех квадратных метрах. Вечером в воскресенье часть жителей Владимира остались без воды или пожаловались на плохой напор из крана. Сообщения о перебоях с водоснабжением поступали из Ленинского и Октябрьского районов. Оказалось, произошла авария на центральной станции водоснабжения. Как рассказали во Владимирводоканале, в 20.15 из-за скачка напряжения был остановлен один насос. В итоге вода подавалась при пониженном давлении. Жителям верхних этажей многоэтажек она могла вообще не поступать. Аварийная бригада оперативно выехала на место. Был введен в работу второй насос. К 10 вечера удалось полностью восстановить подачу воды потребителям в привычном режиме. Почему нужен определенный интервал времени? Потому что сразу, если мы дадим полное напряжение, полное давление в сети, то произойдет гетерудар. Для того, чтобы этого избежать, давление нагнетается в систему постепенно. Есть ли вероятность, что такое может произойти в ближайшие годы? Вы знаете, психологическое оборудование, да, это может произойти и на наших сетях, и у тепловиков. Все, что связано, скажем так, с техническим обеспечением производства. Но от этого никто не застрахован. Мы делаем все для того, чтобы этого не было. Вот на моей памяти это вообще первый раз, я здесь 17 лет работаю. Владимирская прокуратура добилась расселения жильцов из аварийного дома. Речь идет вот об этом здании 1947 года постройки на Разино-4. Этот дом был признан аварийным еще в 2014-м. Переезд тогда назначили на 2021 год. Но срок расселения перенесли на 2023 год. На сторону людей встали сотрудники прокуратуры, которые подали иск в суд. В результате проверки прокурор направил судовое заявление о возложении на муниципалитет обязанности перешлить граждан из аварийного дома. С решением Октябрьского районного суда города Владимира требования прокурора были удовлетворены. Напомним, мы уже рассказывали о жалобах жильцов этого дома. Дыры в стене между квартирами, сгнившие бревна и перекошенный пол. Одна из жительниц, Татьяна Андреева, тогда вспоминала, что когда специалист проводил экспертизу, под ним провалились доски. И вот у нас эксперт провалился вот в эту дырочку. Осторожно, сами не провалитесь. Это вот все выворачивается, все гниет. А по канализационной трубе этого дома вообще стекали нечистоты. Андреевы рассказывали, что в жару запах распространяется по всей квартире. К нему в придачу жуки и мыши. Жильцы удивились, когда срок расселения перенесли с 2021 на 2023 год. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая и подала иск в суд. Судья в итоге отменил перенос сроков расселения дома. Но сотрудники мэрии не соглашались немедленно исполнить судебное решение. Чиновники тогда собирались готовить возражения на требования прокуратуры и жильцов. Мы не можем сразу же отвечать на тот вопрос, к которому мы не готовились. Есть ли какое-то предложение, хотя бы пересняти их временно? Я неуполномочен вам давать какие-либо ответы. Поэтому в этом месте ничего не услышите. И только сейчас стало известно, аварийный дом на Разино-4 расселен. Об этом сообщила областная прокуратура. В настоящее время всем нанимателям жилых помещений данного дома предоставлены благоустроенные квартиры по договорам социального найма. Собственникам пяти жилых помещений заключены соглашения об изъятии недвижимости на общую сумму и платы более 12 миллионов рублей. Получается, что только после вмешательства прокуратуры и подачи иска в суд мэрия Владимира смогла исполнить свои обязательства перед жителями этого дома на улице Разино. Если и вас не торопится расселять из ветхого жилья, звоните нам 36 66 66. Алексей Домнин, 6 канал. После вашего приезда, после телевидения, у нас сразу на следующий день приехали за домом, засыпали, сначала привезли камаз с землей, его высыпали, в субботу нам приехали, уже заровняли все, сделали все хорошо. Впрочем, не все проблемы жителей дома на улице Глинки решились. Люди пожаловались на разбитый тротуар и в целом неухоженную придомовую территорию. Кроме того, как рассказали жильцы, в доме десятки лет не было элементарного косметического ремонта. В одном из подъездов шатается пол, а со стены сыпается штукатурка. Подъезд – это у нас проблемное место. Вот, посмотрите, полы. Они ходят ходуном. Вот ступеньки, которые можно разобрать по кирпичику. Вот так. Вот стена, которая обваливается. Как мы выяснили, дом находится на управлении собственниками. С коммунальщиками заключен договор только на аварийное обслуживание. Проводить текущий ремонт некому. В мэрии людям лишь посоветовали изменить способ управления домом. Для этого достаточно провести собрание собственников и обратиться в любую управляющую компанию. Вот только проблема в том, что старые дома управляшки под свое крыло берут неохотно. Можно еще попробовать запустить механизм признания дома аварийным. Для этого придется пройти множество бюрократических процедур и получить соответствующие заключения. В случае поступления в межведомственную комиссию заключения признаний помещения жилым помещением, жилого помещения, непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, данный вопрос будет рассмотрен на заседании МВК в установленном порядке. В мэрии объяснили, какие бумаги необходимо подготовить для признания дома аварийным. Начать нужно с соответствующего заявления. Власти дали понять, что такого от жителей дома еще не поступало. Кроме того, необходимо собрать заключение органа государственного надзора, заключение экспертизы жилого помещения и сводный перечень объектов жилых помещений. Способы решения проблемы есть, ну а проконсультироваться по этому вопросу всегда можно в городском управлении ЖКХ. Евгений Павлов, Шестой канал. Бывшая заместитель губернатора области Елена Мазанько предстанет перед судом и снова по делу о взятке. По версии регионального следкома весной 2015 года она получила от своей знакомой более 190 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах по ремонту помещений подконтрольного унитарного предприятия. Теперь уголовное дело передано в Ленинский райсуд для рассмотрения. Уголовное дело следком расследовал совместно с ФСБ. Напомним, в 2021 году суд приговорил Мазанько к 8,5 годам и штрафу в размере 8 миллионов рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. В Кижачском районе прокуратура проверила, как и чем кормят детей в учебных заведениях. Нарушений выявили немало. Так, например, оказалось, что в одном из блюд, которое делают из говядины, самой говядины не оказалось вовсе. Некоторые школы работают без технологических карт, а на продукции проставлены маркировки с неполной информацией. Теперь руководители этих учебных заведений должны исправить все нарушения. Ситуация остается на контроле прокуратуры района. Во Владимирской области псевдоспасатели вымогают деньги. Об этом предупреждают в тревожном ведомстве. Под раздачу попадают предприниматели. Злоумышленники под видом сотрудников МЧС звонят или рассылают в социальных сетях людям сообщения о плановой проверке, чтобы вызвать доверие. Их цель – запугать владимирцев штрафами и выманить деньги за помощь в решении проблем. Жертвами становятся и обычные жители. С них деньги требуют за установку бесплатных автономных пожарных извещателей. Сотрудники МЧС напоминают, если вам приходят подозрительные сообщения или наведываются подозрительные личности, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. В 2021 году 672 маленьких жителей области оздоровились в 14 санаториях. Это Краснодарский и Савропольский край, Калининградская, Калужская, Ленинградская и Московская области. Стоит отметить, что в 2020 году санаторно-курортное лечение прошли 297 детей из нашего региона. За пять месяцев 2022 года в Департамент здравоохранения было подано уже 247 обращений. За счет средств федерального бюджета оздоровительные организации могут принять детей на 21 день. 4 июня во Владимире пройдет 10-й юбилейный фестиваль Реки Руки. Это самая масштабная в регионе ярмарка-выставка изделий ручной работы. Будут представлены и зоны мастер-классов под названием «Город мастеров». Реки Руки подарят жителям города возможность ближе познакомиться с работами гончаров, ткачей, резчиков, кружевниц, кузнецов, открыть для себя искусство набойки, плетение из лозы, роспись по дереву и ткани.